Вопросы, может, духовные есть, о спасении, о душе, или вообще вопросы, хоть по политике, хоть по чему можете задавать. Давайте подумать. Я могу вам сказать, я вам скажу, сказать, что у нас очень большой канал, вы название его можете записать. И как выйти в скайп, если у вас вопросы возникнут, вы на меня выйдете, у меня фамилия Лапкин Игнатий, себе черкните, и вы меня сразу найдете. С этой фамилией я один. Лапкин Игнатий. А наши ресурсы называются «Во свете Библии». «Во свете Библии» – это YouTube, там у нас 14,5 тысяч роликов. «Во свете Библии» – сайт, огромный сайт, тяжеловесный, там 50 книг, моим голосом насчитанные. Мои книги, там 38 томов, вы все увидите. Мы деревню православную строим. Вам интересно это будет? «Во свете Библии» – Игнатий Лапкин. Да, не знаю. Пока не сейчас. Ну, можете себе записать, чтобы при случае найти. А это может случиться. Уже не один раз было. Люди вспоминают. Потом я отвечаю не просто так, а на основании Библии, на основании толкования святых отцов, канонов церкви и всей современности. Сколько стоит у вас вход? Что, пост? Вход сколько стоит? Я не пойму, а что стоит-то? Сколько денег надо? Ни сколько не надо, все даром делаем. Я проповедник, миссионер. И все делаем абсолютно бесплатно. Господь позволил... Даром денег надо, сразу говорите, чтобы потом человек не мельтался туда. Да сохрани Бог. Вы еще о чем говорите-то? Я начальник детского лагеря, 45 лет основал лагерь. Тысячи детей подняли, все бесплатно. Ну, как бесплатно? Как? Государство ни рубля не дало, вот как. Ни рубля, только преследовало. А за что вы этот лагерь подняли? На какие суммы? Суммы какие? Он же строится. Ну, это летний лагерь. Летний лагерь. Вот, которые могут... Самая большая цена, это в 4 раза меньше самой низкой. Но у нас, у них там профсоюз оплачивает, а у нас муху ей купить. Мы сами строим. Я печник, печь построил. Печем хлеб. Дети катаются на лодке. Ну, а что это дополнило? Как? Ну, не в монастырь, а в храм пойду. Что-то так... Работать. Я не очень слышу хорошо. В храм пойду работать. А мы в храме как раз. В храме. Мы православные, у нас храм. У меня брат священник, протеерей. 40 лет в Сане. И это все увидите, как у нас приезжает митрополит, служит алтайский. Сергий, мы в Барнауле. У нас сайт очень большой. Огромный просто. Там моим голосом начитано архипелаг ГУЛАГ. Вы зарядите, это к Игнатий Лапкин. Аудио, Библию найдете, Златоуста начитанного. Жития святых. 50 книг начитанные. Игнатий Лапкин. Я еще не отчаялся. Нашли? Я еще не отчаялся. Ну, вот так, что сказать. Если, я говорю, будут вопросы, вы в скайпе только зарядите, Игнатий. Поэтому я пока пожил своей жизнью. Своей, как? Только во Христе, для Бога. Тогда твоя жизнь будет красочная, интересная. А когда без Бога... А-то ничего нет без Бога, кроме того, что ты жизнь свою укоротил и в ад пошел. Вот смотрите на меня. Сколько мне лет дадите? 50? 80. 80. Так у меня за плечами 5 тюрем. 26 лет меня психиатрия терзала, ничего не сделали, за слово Божие. Это вы все найдете. Там фильмы государственные стоят о моей биографии, занявшие первое место. Я не хочу пропагандную в результате. А это не пропаганда. Потому что дети, вот я в заключении, преступники стоят на истинный путь. Какая пропаганда-то? Возвращаются к жизни. Наркоманы делаются трезвыми. Это не просто игра какая-то. Я этим живу 56 лет уже. В 23 года обратился по Евангелию. А зачем вы здесь сидите? Вы не пожалеете, что будете вопросы задавать и встретитесь. Но пока все на этом. Сейчас пропагандируете сидеть. Зачем? Нет, пропагандируем. Мы благовествуем Евангелие. Потому что вот главная книга мира, вот, на основании ее я отвечаю студентам, как пропагандирую. Я же официально, допустим, вел радиопрограммы, три регулярно, пять институтов, занятия одновременно, в Академгородке. Это не на улице где-то. Да нет, у меня есть свой храм, куда я могу подать, в случае, когда я уже совсем отчаясь. Главное у нас храм, это тело наше. Господь говорит, вы храм Бога живого. Приду и вселюсь в них. И не надо отравлять его каким-то дымом или чем-то. Разберемся. С Богом. Спасибо. У вас есть желание побеседовать на божественную тему? Как жить по-божески, как душу спасти? Нет, дед, я сейчас алкоголь употребляю. Я не совсем понял, что сказали вы. Я сейчас алкоголь употребляю, поэтому нет. Ну, на будущее, знаете, у нас большие ресурсы, я назову. Во свете Библии, Ютуб. Игнатий Лапкин. Там 14 500 роликов только. А если добавите слово сайт, на сайт войдете. Там 38 моих книг. Там очень и очень много всего. Наши миссионерские поездки по миру. Мы прошли, в Барнауле живем, до Владивостока, до Лиссабона, Прибалтика и Скандинавии, Север. 650 городов посетили. Я везде дарил полный комплект своих книг, которые имеют возрождающие действия на людей. Понятно. Правильно. Мы говорим о Боге. Считаем Евангелие, Псалтырь, чтобы люди здесь не разбратищили. Правильно, Баб. Да, если зайдете на наши ресурсы, вы много найдете там. Всего хорошего вам тогда. Спасибо, Иван. Да, с Богом вас. Спасибо, Христос. Аллилуйя.